Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» с главными событиями. Вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Лето с пользой, как отдыхают дети в загородных лагерях. Азы гидроэнергетики, чему учат в летней энергетической школе. По зову сердца, где готовят будущих офицеров. Государственная Дума России ушла на каникулы, но депутаты продолжают работу в округах. Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев встретился с теми, кто представляет интересы республики в высшем законодательном органе страны. Михаил Игнатьев поздравил Николая Малова с началом большой серьезной работы. Депутат вошел в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Готов работать на любом участке. И здесь, Михаил Васильевич, мы в эпицентре. Если что-то не так, берем на себя. Там как раз для нас, для вас тот комитет, где мы можем плюсы получать для республики. И надо показывать, где несовершенцезаконодательные базы для принятия даже решений судебных органов. И по экологической безопасности это самый главный ключевой инструмент для вас. Что касается экологии, у нашего региона есть чему поучиться, считают в Госдуме России. У меня коллеги из других регионов, они просятся и полигон твердых бытовых отходов на уровне России. Они уже знают, что ЧПОКСАР успешно работает. И они тоже ищут варианты. Плотная работа с избирателями помогает выявлять и проблемные точки. Что замечают наши жители, как раз и ложится в том числе в проекты законов. Вот у меня как раз сейчас есть в разработке два проекта. Пока они еще не внесены, потому что мы сейчас смотрим с экспертным сообществом нашей фракции, насколько они действительно нуждаются именно в прописи и в законах. Глава Чувашии поблагодарил парламентариев за службу Отечеству и избирателям. И пожелал эффективной и результативной законотворческой работы. Радион Архипов, Олег Якимов, Республика. Что делать с чебоксарскими оврагами? Этим вопросом задались городские депутаты. Они собрали рабочую группу, которой предстоит решить, как использовать непростой рельеф с пользой. Вместе с ними сегодня по оврагам бродила и наша съемочная группа. Если бы все чебоксарские овраги просто засыпали землей, то в Чебоксарах не было бы, например, такого уникального места, как залив. Рассказывает директор института о Чувашгипроводхоз Иван Алексеев. Он отмечает, что эту особенность рельефа можно использовать с пользой. Так, сотрудники института еще 10 лет назад придумали, как облагородить новый Иларионовский овраг рядом с Кооперативным институтом. И сделать для жителей северо-западного района удобный спуск к Волге. Наша тема была именно с учетом возможностей организации движения с выездом непосредственно на берег Волги. То есть это автомобильная дорога? Да, это автомобильная дорога с учетом пешеходных полностью. Рекреационные мероприятия, даже здесь предусмотрены дополнительные рекреационные мероприятия. Вы, наверное, видите создание каскада небольших водоемов, которые искусственно очищаются тот поток воды, ливневого стока, который идет по данному оврагу. Овраг у микрорайона «Новый город» специалисты предлагают приспособить под другие цели. На его дне можно расположить колодцы, коллектор ливневой канализации и очистные сооружения, которые будут очищать дождевые стоки перед сбросом в Волгу. И это только один из множества вариантов. 20% территорий в городе – это овраги, которые можно использовать, как уже Владимир Николаевич сказал, для рекреационных целей. То есть зеленые общественные зоны – это, может быть, набережные, скверы, для линейных объектов, коллекторов, очистных сооружений, дорог. Между микрорайонами можно сделать короткие связи, то есть, грубо говоря, из юго-западного поселка на Богданку переходы. Если мы замоем эти овраги, и также можно использовать их под градостроительную деятельность. Чебоксарские депутаты собрали рабочую группу и привлекли экспертов как раз для того, чтобы решить, как лучше использовать овраги и составить комплексную программу по их освоению на следующий год. Впрочем, идея не новая. Что может быть на месте оврагов, архитекторы фантазируют давно. Проектов много, денег в казне мало. У нас градостроительство очень сильно связано с экономикой. Экономическая ситуация в стране такова, что мы пока вот такие большие проекты по освоению этих территорий пока приостановили. Осталось найти деньги и поправить экономику. И все это реализовать. Так или иначе, чтобы получить деньги и реализовать проекты, нужно сначала их предложить. Работа началась. В республике стартовала третья смена летней оздоровительной кампании. Загорные лагеря уже приняли порядка 5000 ребят. Какие условия создали для детского отдыха, сегодня отправился выяснять глава Чувашии. Михаил Игнатьев проинспектировал работу оздоровительных санаториев Маргаушского района, в которых открылись профильные смены. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Опустились максимально вниз. Колено. Ведем колено. Носочек. После этого действия мы начинаем двигать свое тело. Это особенная смена. Более 10 лет подряд в детском санатории «Лесная сказка» тренируются юные танцоры. Ребята совмещают приятное с полезным. Вот так они готовятся к грядущим турнирам. Восемь. И раз. Два. Три. Четыре. Прыжу. Ставим шоссе. И поворот. 10. И остановочка. Зажигайте сердце, дети. На танцевальные сборы в этом году приехали 300 ребят из 9 регионов страны. Среди них немало действующих чемпионов. Спортсмены говорят, что тренировки на свежем воздухе дают больше пользы. Это спортсмены, причем ведущие спортсмены. Здесь на площадке вы сможете увидеть и чемпионов России действующих, и чемпионов мира. Поэтому ведущие тренеры со всей нашей страны и ближнего зарубежья дают мастер-классы. Условия с каждым годом становятся все лучше и лучше. Условия проживания, питания нас также устраивают. Готовясь к оздоровительной кампании этого года, в санатории учли каждую мелочь. Прогулочные площадки очистили от сухостоя. Сильные ветра могли повалить старые сосны. Деревья пошли в дело. Ребятам креатива не занимать. Вот деревья хорошие. Экологически чистые. Ничего не надо. Сами дети рисуют. Не унесешь, не сломают. В лагере приступили к ремонту лечебного блока. Недавно здесь благоустроили спортивные площадки. Они не специализируются на тайском боксе. То есть это просто одна из дисциплин. Вот чемпион Европы в третьем году тренируется по нашему виду спорта. Главе региона показали, чем кормят ребят. Для юных танцоров составили специальное меню. Все продукты проходят. Тотальную проверку. У нас поставщики представляют Батревского района мясо. Мясо Батревского района представляет. А то, что свежее. Спортсмены проходят и оздоровительный курс. Ахиллесова пята танцоров, мышцы и коленные суставы. Ребятам прописали массажные ванны и лечебную грязь. Сколько дней уже находитесь здесь? Четыре. Четыре? Да. Ну и как? Дожди? Да, нравится. Погода меняется? Все хорошо, да. А на базе лагеря «Солнышко» дали старт летней школе предпринимательства. Программа профильной смены насыщена. На этом мастер-классе обучают будущих рестораторов и флористов. И то, что это востребовано, то, что эта красота с каждым годом будет стоить дороже, продавцы, производители, кто вкладывает сюда труд, хорошо будут зарабатывать. Вы будете миллионерами. Верите в это? Верю. Будущее. Открыть свое дело здесь намерены большинство ребят. И такие мастер-классы – это окно в мир будущей профессии. То, что вы напрягаете свои мозги, так скажем, мыслите, как же все-таки самореализоваться, какое предпринимательское дело открыть, в вашем возрасте это очень важно. Это лето ребята запомнят надолго. Они признаются, что в лагере нашли много новых друзей. Спортивные турниры и песни под гитару сближают вдали от дома. А на Чебоксарской ГЭС дали торжественный старт седьмой летней энергетической школе. В течение двух ближайших недель участникам лагеря предстоит настоящее погружение в инженерно-техническое творчество. С подробностями Сабина Вишневская. 32 школьника из 15 регионов от Камчатки до Кавказа приехали в летний энергетический лагерь, чтобы не только увидеть, но и узнать, как работают гидроэнергетики в Чувашии. Объясните, зачем нужно для трансформатора напряжения, который преобразует из маленького напряжения 13,8 кВт, ну достаточно маленького, в 500 и 220. На эти и другие вопросы будущим энергетикам в течение двух недель будут отвечать преподаватели московских вузов, инновационных образовательных центров и эксперты Росгидро. Интенсивные курсы по креативной математике, физике будущего, робототехнике и другим дисциплинам позволят словно в парнике вырастить будущих первоклассных инженеров. Я думаю, это очень полезно для ребят. Вот, например, на своем опыте могу сказать, что мы, будучи студентами третьего курса, были как раз на этой станции на практике. И тогда, получается, все то, что нам давали в теории, мы смогли соединить воедино. И уже поняли, что да, это наши. Эти ребята оказались здесь не случайно. Среди будущих инженеров победители всероссийских олимпиад по физике, учащиеся проектов «Энергокласс» и Центр технического творчества, организуемых Росгидро. Прежде чем получить возможность провести свои летние каникулы, используя ребята, написали эссе на энергетические темы. Уже первое практическое занятие – экскурсия по Чебоксарской ГЭС вызвала участников лагеря массу положительных эмоций. Я приехала из поселка Шушенского, Красноярского края. У нас рядом находится ГЭС, но у меня там не было возможности посетить саму ГЭС, посмотреть, как она устроена внутри. И, преодолев много тысяч километров, первый раз приехав в летнюю энергетическую школу Республику Чувашу, у меня появилась такая возможность. Посмотрите, что такое, как они устроены, вот эти агрегаты. Теория обязательно должна быть подкреплена практическим результатом. Помимо того, что они знакомятся с гидроэлектроэнергией, с гидроэнергетикой, они еще стараются решить какие-то вопросы. В течение двух недель мы даем им определенные проектные задачи, которые они решают и тогда, и на конкурсной основе, с помощью презентации. И иногда и что-то делают, изобретают. Пока ребята вникают в специфику работы на ГЭС, спустя некоторое время, возможно, они ответят себе на вопрос, какая профессия им по нраву. Сабина Вишневская, Александр Петров, Республика. В это воскресенье в России празднуется День военно-морского флота. Вот уже почти 30 лет Республиканская кадетская школа имени Кочетова выпускает будущих сержантов, лейтенантов и мичменов. Офицерами становятся или рождаются, узнал Арифат Фаткулин. Есть такая профессия – родину защищать. Егор Михайлов еще в детстве принял решение посвятить свою жизнь военной службе. Выбор осознанный. Решил продолжить династию. Собирается идти по стопам деда. И теперь в его жизни все по-взрослому. Казарменный быт и распорядок дня по уставу. Успешно окончив Республиканскую кадетскую школу имени Кочетова, он поступил в Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ушакова, что расположен в Калининграде. Егор выбрал специальность артиллериста, о чем и мечтал. Артиллерист я выбрал, скорее всего, потому что хотел стать специалистом по оружию, заниматься оружием. Мне вот это интересно. Вдобавок оказалось, что моя специальность – это еще команда, будущие командиры кораблей. Что касается ответственности на службе, это страх всегда будет. Беспокоиться. Но также надо быть к этому всему готовым. Для этого, поэтому, для всего этого нас готовят в институте. Во время, чтобы мы были готовы, если вдруг начнется бой, чтобы принимать различные решения в ходе боя, не теряться, не бояться всего этого. Спокойно уже быть готовыми. И на спокойную голову, не на горячую, а на холодную, принимать все решения. Как считает Егор, курсант должен не только уметь обращаться с оружием, но и быть разносторонне развитым человеком. Он всегда питал особую страсть книгам. Особенно ему нравится читать биографии великих военачальников и исторические романы. В свободное время тоже на это я нахожусь, читаю. К примеру, приведу книгу «Порт Артур» про оборону. Нет у них ни гаджетов, ни мобильных телефонов. Их выдают на полчаса вечером, чтобы позвонить родителям. Оттого, может быть, очень популярна библиотека. К своей мечте Егор Михайлов идет чеканным шагом. Планы у него грандиозные. Как любой моряк, особенно как офицер, всегда мечтает стать адмиралом. Но для начала лучше посмотреть на ту ситуацию, в которой ты будешь на службе. И остановиться по ней, думать, кем ты будешь дальше. Егор твердо уверен, что сделал правильный выбор и сумеет вписать доблестную страницу в историю своей семьи. Рифат Фаткулин, Арена Гавилян, Республика. В Министерстве внутренних дел Почувашии подвели итоги работы за первое полгодие 2017 года. За сухими цифрами, докладов и отчетов – безопасная жизнь жителей республики. Количество краж снизилось, так же, как и количество преступлений, совершенных в общественных местах. А число нераскрытых правонарушений сократилось почти вдвое. Поэтому показателем республика занимает четвертое место среди регионов России. Раскрываемость преступлений в текущем году выросла на 11% и составила 73,5%. Достигнуто 100% на раскрываемость убийств, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования и разбой. Раскрываемость грабежей превышает 96%. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе. Вместе с тем Сергей Нияскин отметил, что под особым контролем должна оставаться борьба с незаконным оборотом наркотиков и контрафактным алкоголем. За это полгодие из незаконного оборота изъято свыше 35 тысяч литров продукции. Этот показатель в 2,5 раза превышает прошлогодний уровень. В ближайшее время силовики планируют изучить практику более тесного взаимодействия с органами прокуратуры и пересмотреть организацию оперативно-служебной деятельности. Татьяна Филатова, Республика. Базовый проезд в Чебоксарах – одна из самых популярных дорог, по которой водители объезжают городские пробки в центре столицы. Дорожное полотно здесь ремонтировали и не раз, но ремонт, произведенный в ноябре прошлого года, вызвал протест не только автолюбителей, но и тех, кто стоит на защите закона. Прокурор Ленинского района столицы Республики обратился в суд. 10 ноября 2016 года, несмотря на ледяной дождь и ветер, рабочие строительные фирмы укладывали асфальт. В итоге эту дорогу городские власти не приняли, а лабораторные исследования показали, что при проведении работ по реконструкции некоторых участков дороги допущено серьезное нарушение. Согласно экспертному заключению, на данных участках водонасыщенной щебеночно-мастичной вырубки и сцепление асфальта бетона с нижним слоем дорожного покрытия не соответствует предъявляемым требованиям. По иску прокурора суд обязал строительную компанию привезти участки автомобильной дороги в соответствии с требованиями законодательства. Некачественный ямочный ремонт на данном участке подрядная организация будет переделывать за свой счет. А я на этом с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин